Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Бажан, я столяр-токарь, блогер, веду свой канал, вы его смотрите. И это видео будет завершать цикл о первых шагах таких столярных. Сегодня мы с вами поговорим о проектировании. О проектировании мебели, ну и вообще изделия из дерева, изделия из массива. Несколько слов отвлеченных таких скажу. Почему я вообще эту серию заканчиваю? Если честно, меня комментарии достали. Каждый человек на букву мэ хочет мне сказать, что ты не профессионал, ты не столяр, ты не токарь, ты вообще непонятно, что ты тут делаешь вообще. То есть профессионалы они не такие. Но давайте как-то определимся с понятием профессионала. То есть на мой взгляд профессионал человек, который выполняет какую-то работу и получает за нее деньги. Чем больше денег он получает, тем выше его профессионализм. Вот и все. Чем быстрее ты делаешь свою работу, чем быстрее ты получаешь за нее деньги, тем больше твой профессионализм. Мастерство, это немножко все-таки другое. То есть мастер и профессионал, это вещи чуть-чуть разные. Не обязательно быть профессионалом, может быть там мастером, но любителем. Вот и этот разговор мне, если честно, достали. Вы меня давайте как-то немножко хоть, прежде чем что-то написать, вот так скажем, да. Вы хоть посмотрите вообще, кому вы пишете. То есть посмотрите там на работу на мою, посмотрите на мастерскую, на мою. Посмотрите вообще, чем я занимаюсь. Ну просто это пишите там, да ты не профессионал. Ну что хотите, то на самом деле, то и пишите. Бог с ним. Сегодня мы с вами говорим о проектировании и конструировании изделий из массива древесины. С древесиной люди работают очень давно. То есть где-то 5 тысяч лет примерно люди работают с древесиной. И вот работают они, работают, работают, работают. И за все это время изобретались постоянно какие-то новые приемы. Какие-то новые направления уходили. То есть там, например, отдельное направление резьба, например. Отдельное направление токарная обработка дерева. Отдельное направление выжигания, пирографии. Все что угодно. Можно много их разделять, расписывать. И эти все направления немножко расходились. То есть профессионализм рос в одном направлении, в другом, в третьем. А потом все эти направления сходились в готовом изделии. И вот это готовое изделие, оно, конечно, впечатляло и восхищало и, видимо, создателей, и потомков То есть, когда я смотрю, например, на изделия, которые создавались в XVI веке, в XVII веке, в XVIII веке То есть, вы понимаете, это вещь, конечно, да? То, что делается сейчас, то есть нынешний дизайн, он намного более функционален, намного более практичен, чем изделия, которые делались раньше Но те изделия действительно были красивы То, что мы делаем сейчас, ну, не то, что мы делаем, а то, что мы видим сейчас там в магазинах типа Икея Это, конечно, уже, ну, как бы, не совсем мебель, да? В нашем понимании, в понимании именно стойлера-краснодеревщика И, в общем-то, конечно, если вспоминать историю, да? То есть, как все развивалось Сначала были ребята, они колотились все из дерева, да? Через какое-то время появились другие ребята и говорят Ну, из дерева мы сделать много не можем одинаковых изделий Ну, потому что, потому что, и потому что нам нужны другие материалы И началась работа с фанерой Ну, где-то в XVI веке там они начали фанировать То есть, брали фанеру, клеили на нее древесный шпон И уже было красиво И это позволило мануфактурам работать быстрее Со временем фанеру начали заменять, ну, вот уже на XX веке на нашем, да? Блинный материал То есть, сначала ДСП, да? Сначала, вернее, мебельные щиты были, да? Потом ДСП появилось Потом вот МДФ Все эти материалы шпонировались и выдавались за дерево Это позволяло быстрее работать То есть, берешь щит, раскроил его, закромил, собрал и все, красота Но, как бы, технология изготовления вот этих вот изделий Она отличается от технологии изготовления изделий из дерева Отличается, ну, как бы, вообще прилично И многие ребята, которые сейчас начинают заниматься деревом, да? То есть, они вообще, как бы, далеки от именно технологии То есть, почему? Ну, просто так получилось То есть, вот они смотрят, например, дома на кухню свою Ага, вот это вот так, вот это вот так, вот это вот так Берем из дерева, собираем то же самое Все-все развалилось Почему? Потому что с деревом, ребята, так нельзя У дерева есть свои особенности И сейчас мы про них поговорим Основные отличия дерева от плитных материалов Вот, к примеру, шпонированный МДФ Ну, или фонированный МДФ, правильно говорить То есть, что это такое? Это стабильная плита На которую с двух сторон наклеен шпон Шпон, в данном случае дубовый То есть, шпон натурального дерева Чем она хороша? Она стабильна То есть, вот эта вот плита не расширяется И не сужается в зависимости от перепадов температуры и влажности Ну, конечно, есть там глобальные перепады То она может немножечко и расшириться Или немножечко сузиться Но, скорее всего, она просто набухнет Вот деревянный щит В отличие от плитных материалов Дерево имеет свойство впитывать влагу из окружающего пространства И перепады влажности у нас идут постоянно Летом влажности больше, зимой влажности меньше Если стоит у вас изделие около окна Оно может тоже влажность впитать И когда щит впитывает влагу Он начинает расширяться Расширяется он вот так Вот в такой плоскости То есть, поперек волокон Вдоль волокон Вот так Он практически не расширяется И вот это расширение и сужение вдоль волокон Мы можем вообще не учитывать А вот поперек волокон Щит расширяется и сужается очень прилично На 300 миллиметров Где-то плюс один миллиметр Плюс-минус один миллиметр И Вот если брать Вот эти две Заготовки Между ними есть одно существенное различие Огромное различие На котором, собственно говоря, все и основано Вот Плиту Мы можем крепить как угодно Можем жестко ее фиксировать Можем не жестко ее фиксировать Со щитом Все в точности, да наоборот Мы не можем фиксировать щит Вот так Вот в этой плоскости То есть мы не можем его крепить Вот здесь и здесь Почему? Потому что он начнет расширяться и сужаться Он либо вырвет ваши крепежи Либо изогнется Либо просто треснет Стреснет И вот, собственно говоря Вот это вот Отличие Обуславливает Конструкцию деревянной мебели То есть деревянная мебель Имеет свойство Расширяться и сужаться Вернее, деревянные щиты И поэтому Крепить их Просто так Вот так жестко Нельзя Друг другу Надеюсь, это понятно Есть моменты Конечно, когда их можно крепить Друг другу жестко То есть собираете вы корпус, например И весь корпус у вас Вот из такого щита То есть тогда вы можете Вот так вот волокна Выкладывать друг к другу И у вас будет все хорошо Но если Вам нужно Вот этот щит Прикрепить, например Вот так вот на доске Жестко вы этого делать не можете И это Главная наша задача Избежать Вот таких вот Жестких креплений Вот мы с вами знаем Что Щит использовать нам нельзя С жестким креплением Как же быть? Потому что нам нужны Жесткие крепления Иначе у вас все развалится И предки наши Придумали Все за нас Основа деревянной конструкции Это рама Четыре детали Собираются между собой Ну Что сказать про раму? То есть рама должна быть Во-первых Все ее углы Должны быть прямыми Я тут говорил В одном из видео своих Про прямые углы Скажу еще раз То есть у рамы должны быть Все углы прямые И вот эти две диагонали Должны быть одинаковыми Тогда эта рама Будет именно той Которая нам нужна В раму Вставляется филенка В данном случае Здесь стоит стекло Как филенка Иногда Даже не то что иногда А второй способ Это использовать Именно деревянный щит В качестве филенки И щиты такие Обрабатываются Специальными филенчатыми фрезами И вставляются в раму Оставляется пространство Для того чтобы щит расширялся И сужался И все будет у вас хорошо После этого Ну вот Сейчас на фото Вот именно такие рамы И устройство рам В принципе очень простое Выпускается специальный набор Фрез Под Такие вот Рамные конструкции Вот такой наборчик Тут три фрезы Одна фреза Делает пазы в раме В одной верной детали В двух деталях Вторая фреза Делает пазы В двух других деталях И вот эта большая фреза Филенчатая Она делает филенку Есть у меня видео Изготовление филенчатых изделий Посмотрите Там все очень хорошо Грамотно Про это рассказано И такая конструкция Стабильна То есть Расширение вот этих досок И сужение Мы можем вообще не вычитывать Мы считаем их стабильными Эти доски расширяются И сужаются немножечко То есть Это как бы тоже для нас роль не играет А вот щит Который сюда устанавливается Для него оставляется пространство Если вы вставляете стабильный материал внутрь То есть Либо стекло Либо фонированное МДФ То вообще никаких проблем нет Все это стоит Благополучно И замечательно Все у нас получается И все у нас работает Два есть способа установки филенок То есть Первый способ Это Фрезеровка Каналов в раме В которые все будет вставляться И второй способ Это установка штапиков То есть Вот эта рама Как раз собрана штапиками То есть Вот здесь стоят штапики Которые приклеены К доскам На ауз они вот здесь собраны А с обратной стороны Те же штапики Также собраны Но только они уже Крепятся гвоздями То есть Вставляется стекло Гвоздями штапики закрепляются В принципе Можно было тоже приклеить По большому счету Но тогда Если вдруг Не дай бог Стекло разобьется Все До свидания Рамы Собираются в конструкция Между собой И Даже немножко Не так Немножко про саму раму Чтобы собрать раму Раньше использовались Вот это соединение Шип-паз Ну и как бы Сейчас они используются То есть не то что Шип-паз Совсем раньше Но для нас Придумали Спасибо им большое Присадочный фрезер То есть Есть у меня видео Про присадочный фрезер Хотите посмотрите Присадочный фрезер Позволяет быстро Эту раму собрать Либо это домино В столбской Либо это мафель Либо там какой-то другой Присадочник Либо Это присадочный Ламенный фрезер Такую раму Он позволяет собрать Очень быстро Не теряя В принципе В прочности Но конечно По джедайски Надо бы резать Соединение шип-паз И эту раму На эти шипы Шипы и пазы Собирать Второй способ Сборки рамы Это как раз Вот фрезеровка Уже С помощью набора фрез То есть Этот набор фрез Позволяет Вставлять одну деталь В другую Внутрь вставлять филенку И все это потом склеивается И получается Красота И лепота И вот эти все рамы Собираются между собой В такую конструкцию Эта конструкция Может собираться Как угодно Хотите на гвозди Собирать Хотите на саморезы Хотите на евровинты Конечно По джедайски По правильному Собирать ее На Пазово-шиповое соединение То есть В вертикальных Рамах Делаются пазы В горизонтальных Рамах Делаются шипы Все это Вкладывается И склеивается Так делали раньше Так по джедайски Ну в принципе И сейчас мы можем Делать так же Но Опять же Присадочники Позволяют нам Присадить эти рамы Точно четко По тому месту Где они стоят И Такое соединение Ненамного уступает В прочности Например Соединению Шип-паз Вот Иногда В качестве Горизонтальных Рам Используются щиты И вот тогда Приходится делать Соединение Шип-паз Причем Делается Соединение Именно ласточкиным Хвостом И крепится Только в одном месте Одно место Оставляется пустым То есть И вот эта полка Может расширяться И сужаться Тогда сколько угодно Но Это как бы Путь такой Сложный Проще всего Поставить раму Поставили раму И все И у вас нет никаких проблем Не обязательно делать Все рамы Как бы Или полки Вернее Все полки Например Жестко соединенные Со стенками Можно их повесить На полкодержателя Сейчас этих полкодержателей Как грязи Их целая куча И любых Они Они как бы Спокойно Совершенно вам полки Будут держать Ну вот как здесь Например То есть Одна рама Центральная Жестко стоит А остальные Стоят Вернее Не рама А полка Жестко стоит А остальные Стоят на полкодержателя Ну это нормально Нормальная ситуация Нормальная система Вообще При проектировании Обращайте внимание На то Чтобы все это Было Технологичным То есть Проще вам было Собрать Вот в принципе И все Про рамы Ну давайте Немножечко Поговорим Непосредственно Про мебель Можно Условно Разделить Мебель На три типа По конструкции Первая конструкция Это несущие ноги Вот Типичный пример Конструкции С несущими ногами То есть Есть Несущая нога На нее Крепятся Боковые рамы Боковые стенки И к ней же Крепится Задняя стенка И спереди На нее же Навешивается Либо центральная рама Либо прямо Непосредственно Дверки Второй тип Конструкции Это конструкция С несущими Боковыми стенками Вот она Например То есть Здесь боковые стенки Являются Являются несущими Ну вот Часто Такую же Конструкцию Используют Сейчас уже В щитовых Соединениях То есть Делают прямо Из щита Непосредственно Боковые стенки И уже к нему Там что-то Внутри крепят Третий тип Конструкции Это Конструкции С цокорем Цоколь бывает Разный То есть Просто могут быть Ножки В качестве цоколя Использоваться Вот как здесь Либо например Какие-то Ограждения То есть Цоколя Вот именно Такого плана И вот О чем Нужно сказать Понимаете Вот боковая стенка Она должна быть Равнофиленчатой Задняя стенка Как правило Сейчас используется Фанерованный МДФ В боковых рамах Фрезеруются пазы И туда ставится Вот эта вот Плита Она Фиксируется жестко И она Еще Дает нам Возможность Геометрически Закрепить конструкцию Потому что Когда мы жестко Фиксируем Вот эти углы Уже Мебеля у нас Вот так Вправо-влево Ходить не будут И последний момент Это столешница То есть верхняя часть Мебели Иногда Ну как бы не то что Иногда А в высоких Например шкафах Не используют столешницы А используют карнизы То есть вот как здесь То есть карниз И все эти вещи Между собой Должны собираться И вы должны Помнить Помнить Одну простую вещь Что Они могут Крепиться между собой Как угодно Главное Что Если вы Используете щит Вы должны Давать ему Возможность Для расширения И сужения Если щита У вас нет Если вы используете Рамы Вы можете Их жестко Друг к другу Крепить Как угодно Немножко Прокрепление Да Ну В плитах Используют Конфирматор То есть Это такой Шуруп Широкий Так скажем Да Вот В дерево Можно тоже В принципе Крепить конфирматор Единственный момент Это то что Если эта мебель Будет собираться И разбираться Время от времени То Гнезда под эти Конфирматоры Забьются Так же Как в принципе И с плитами То есть Если вы Несколько раз Разберете Соберете Гнезда Разобьются И уже Крепко держаться Не будет Поэтому Старайтесь Все таки Делать мебель Когда вы ее делаете С клеевыми соединениями То есть Собирайте наклей Единственный момент Что Когда мы Изготавливаем Может какие-то Изделия Большие Огромные То есть Они должны Собираться И разбираться Для транспортировки И установки Там Ну просто В дверь не принести Большой шкаф То есть Его придется Разбирать На несколько Частей То есть Можно его сделать Например С двух частей То есть Отдельно низ Тумбу И отдельно Верх Теперь Столешница Когда вы Собираете Столешницу Из массива Ну то есть Передо мной Сейчас лежит Огромный щит Его наверное Плохо видно Но Он есть Вот Есть Один момент То есть Нельзя его крепить Жестко Поэтому его крепят На сухарях Сухарь Это такая Г-образная Штучка Которая в паз Входит На основание И вот так вот Ездит По пазу И вот То что она ездит Как раз Позволяет щиту Расширяться И сужаться Второй момент Это когда Изготавливают Раму И в раму Вставляется Уже Фонированная Плита Такая столешница Неотличима В принципе От деревянной Но Она Стабильна Ее можно Крепить Как угодно Ну вот Изделия Например Такие С такими Столешницами И Вот Все эти моменты Вы должны Учитывать На стадии Проектирования Своей мебели Всегда Рисуйте Сначала Эскиз Потом Рабочий Чертеж То есть На эскизе Вы должны Отобразить Все Свою Кухню Как у вас Что будет Между собой Собираться Где у вас Будут рамы Где у вас Будут филенки Где у вас Там будут Например Щиты Где у вас Будут ноги Как Ноги будут Стоять Все это Набросали Чертите Рабочий Чертеж Рабочие Чертежи Уже Позволяют Вам Вообще Полностью Увидеть Своё Изделие И Если Вы Как бы Работаете Уже С клиентами Неплохо Было бы Конечно Сделать Детализацию То есть Показать Изделие В 3D Как оно Действительно Выглядит Вот Для меня Конечно Это Вопрос Такой Сложный Потому что Я 3D Редакторами Не владею Но зато Я могу В изометрии Вот Как Здесь Начертить Совершенно Спокойно Вот Начертить Совершенно Спокойно Собственно Говоря Внешний Вид Этого Изделия Практически В 3D Можно Сказать Да И Самому То Вам Когда Вы Все Чертите Вы Начинаете Как бы Включаться То есть Понимаете Когда Эскиз Набросали Ну Где-то Что-то Непонятно Еще А вот Когда Уже Чертить Рабочий Чертеж Как Что Будет Друг Вдруг Входить И Где Уже Все у вас Совсем По-другому То есть Вы на это Все смотрите И говорите Да Я молодец Вот Именно Вот так Я Буду Делать Немножко Про Дизайн Еще Буквально Два Слова Дизайном Современном Конечно Очень тяжело И трудно Современный Дизайн Он такой Какой-то Грустный Такой Такий Знаете Скандинавский Такие Напевы То есть Все Такое Унитарное Все Такое Какое-то Плоское Все Такое Однообразное Можно Сказать И Все Так Когда мы Делаем Дерево Надо Использовать Его Красоту Почему Мы Должны Делать Вот Эту Фигню Которая Сейчас В Магазинах Продается Делайте Что-то Такое Ох Эдакое То есть Может Быть Даже Фанируйте Сами Филенки Например Передние То есть Собирайте Такое Элементарное Маркетри Собрали Например Крестом Поставили Филенку Вот Красота Сразу Получается И Понимаете Нельзя Остановиться На чем Достигнутом То есть Что-то Сделали Например Вот Сейчас Есть Мебель Стиле Лофт Она Такая Популярная Все Хотят Делать Мебель Стиле Лофт И Все Думают Что Стиле Лофт Это Круто Но Он Пройдет Очень Быстро А Вот Классика Вот Эти Сережные Элементы Декоры Карнизы Это Навсегда И Дело Ваше Конечно Что там Делать Что Проектировать Но По мне Классика Конечно Это Вечная Может быть Все Нам Делать Мебель В Классическом Стиле Наверное Все На сегодня Спасибо Вам Большое Что Меня Посмотрели Это Видео Завершает Цикл Видео Таких Первых Шагов Столярных Удачи Вам Занимайтесь Делайте Мебель Делайте Какие-то Деревянные Все У нас Получится Потому Что Таких Как Мы Все Меньше Меньше И Меньше До Свидания С вами Был Юрий Бажан